Теперь с ноги, как говорится, кроит вещает, это уже восьмидесятая серия пути бомжа на Блок Раше. У нас дом сейчас открыт, поэтому надо, конечно, его закрыть, чтобы чели из других фам не ходили к нам дэмить. Но снаружи ЗЗ нет, так что по-любому другие фамы нас будут рейдить. Как вы знаете, я владелец лучшего магазина на Черри, тут надо просто заказывать продукты и забирать шикарнейшую финку. Но геймплей у этого беза очень скучный, просто каждый день богатеешь и всё. Так что мы летим в одно интересное место, которое называется Аукцион. Сегодня игрок выставил таксопарк, слетел какой-то магазик, ну и мотосалон, как обычно в ГОСе. В принципе, я бы взял таксопарк, но опять же у меня занят слот магазом. Потом за мной начали охоту мусора, он чисто хочет меня кильнуть. Причём он даже запросил помощь. И всё это за одну звезду, которую я получил из-за того, что подписчик лез на мою тачку, забагался и типа умер от меня. Короче, хватит убегать, я решил их уже убрать, но меня как-то слили и по итогу я в КПЗ на 5 минут. Ну, лучше так, чем потом всю серию от них угонять. Ой, у нас тут в объявлениях до сих пор инфа про КАЗик. Мы это, конечно, удаляем и добавляем инфу про то, что теперь живём на Рублёвке. О, вот теперь будет нормально. В общем, на АУКе снова суета. Посмотрите, сколько здесь богатых игроков. А всё потому, что в разделе бизнеса, смотрите, раз летел магазик, потом грузовой автосалон, ещё один магазик, второй, третий. Но и мотосалон тоже в ГОСе. Короче, техадмин, походу, чекнул норму бизнесменов, и вот эти владельцы АФК бизнесов, видимо, мало играли. Мне, слава богу, бизнес не обнулили, потому что я играю больше 7 часов в неделю. Вот тут уже приехала куча ловцов бизнесов, а мне, во-первых, АФК бизнесы не нужны, а во-вторых, просто слот даже занят. Поэтому я приехал в банк, пожалуй, сниму 8КК финки через банкоматик по лямчику, ну, вы, я думаю, уже шарите. Всё, на балансе осталось 90 тысяч, в принципе, можно теперь его и продавать. Конечно, я давно пытаюсь его уже продать, мне то предлагали 400КК, хотя я покупал за 445. Ну, понятно, все хотят перекупить, заработать. Если вы ещё не играете на Блэкраше, то можете скачать её по первой ссылке в описании, просто перейдите на сайт и скачайте игру. И всё-таки я вроде связался с богатым игроком, подъехал к нему на рублёвку, а он в скине бомжики и на фоне Зазика. Очень странно, потому что он согласился на цену 510КК. Вот мы уже подъезжаем к самому без очку, и я, блин, очень надеюсь, что у него на руках есть 500 плюс миллионов. О-о-о, сразу фигачит условия. Чую какой-то скам, не может быть. Ну чё, была не была, прощай, магазик. Прописываю команду продажи, и вот чтоб точно не ошибиться нулями, делаем пробелы, всё, ну чётенько вроде. Да, у него есть 510 миллионов получилось, и он соглашается, и мне приходит меньше 500 миллионов, комиссия, 15КК. Чё, а куда он делся? Не, ну главное, что я не слил свой магаз в минус, а только с финочки я успел заработать где-то 30 миллиамов. Малик, конечно, будет очень долго прогружаться. Вот в донатике сразу покажут 556КК. Ну, в общем, я очень доволен, теперь у меня куча бабок, так ещё и свободный слот. После продажи магаза я стал искать продавца строительной компании, но все почему-то заламывают под 300 миллионов. Короче, на утро я связался с типом, который готов продать дешевле. Для этого сейчас надо ракетой просто лететь на аукцион. Вы спросите, как? Ну я умудрился перевернуться на Макларене. Макларене, админов ждать долго, так что я просто пешочком уже добегу, потому что вдруг продавец оффнется. На ауке тем временем не так уж и мало народу, но и продавец, кстати, уже тут. Мы записываем фрак, что он выставляет СК за 100КК, а потом я на неё ставлю 270. Это, в принципе, ниже рынка, хотя он умудрился взять эту СК вообще за 250. Всё, СК вижу на ауке, только на неё уже кто-то умудрился 130 лямов поставить. Но, как и договаривались, ставлю ровно 270. Хотя, в принципе, и меня сейчас могут перебить. И вот чел пишет, Арнур, ставь 288. В общем, прошло 3 часа, и мы залетаем на ловлю. И на СК до сих пор моя ставка. Но прикол в том, что те богатые игроки не расходились. То есть, потенциально в последние секунды могут меня перебить. Но даже если перебьют, мне хватит денег, чтобы поставить ещё одну ставку на 280КК. Точно в секундах не помню, когда она слетит, так что буду просто пробивать по 283 миллиона. А мне в чате пишут, что никто не перебивает. И всё, лот продан и скоро удалится. И чел пишет, забрал. Не понял, сейчас это чё? Ещё раз захожу на аук. Ну и да, стоит моя ставка 270КК. Чё он чешет? О, а вот и само уведомление. Поздравляем, вы приобрели строительную компанию для её управления. Команда Slash B Company. Да, открылось окошко. По названию у нас номер 4. Тут есть куча всяких улучшений туда-сюда. По статистике, теперь у меня тоже строительная компания номер 4. Ну давайте, конечно, сразу поставим название Бемжи. 100 тысяч на такое не жалко. Естественно, садимся в Уруск Тарасу и летим к нашей СК. Нам нужен именно офис строительных компаний. Приезжаем к вот этим небоскрёбам. И, собственно, по пикапчику заходим в офис. В наличии всегда есть низкие стройки. Получше будет, конечно, среднее. Но на неё у нас пока что рейтинга не хватает. Так что придётся делать низкие. Ага, надо ещё деньги на аренду. Ну, получается, тогда в сейф закидываем, ну, 85 тысяч. Пусть будет. Так, ну называется попытка номер 2. Заказываем низкую. И, наконец-то, да, получилось. Взяли стройку. Теперь прыгаем в Урус и едем уже на объект. Тут есть такой пункт заказа компании. И тут можно отметить объект на карте. Собственно, я в этот раз взял ферму-батку. Вот здесь у прораба переодеваемся. Замы уже кинули заявки на вступление. Я пока что в СК нахожусь один. А вот они мои два зама, которых я к себе, конечно, принимаю. О, Тарас переоделся, и теперь я уже могу ему выдать саму замку на стройке. Таким же образом повышаю второго своего зама. Ну и, в принципе, можно уже приступать к работе. Начальный этап всегда это носить мешки. Я думаю, они тут вдвоём и сами справятся. Я потом, если что, премию выдам. И через 2 часа я зашёл. Да, они сделали одну стройку. А вторую нет, потому что в новой СК КД изначально 2 часа. И чтобы КД было, как у всех, 1 час, надо заплатить 500 тысяч за улучшение. Ну, денег на балансе стройки не хватает, потому что за одну низкую нам дали всего 300 тысяч, учитывая, что 80К ещё пошло на аренду. Короче, закидываю в СК ещё 200 тысяч. Ну и покупаем вот это улучшение. Видимо, тут все улучшения необходимы, и придётся это всё покупать. Кстати, у меня есть промокод хэштег Крейт, который вы можете активировать на любом сервере Блок Раши. Он вам даст плюшек для развития, а мне будет очень приятно. Зашёл Блок Раши уже вечером, а Тарас до сих пор работает и просит Фоме, чтобы помогли. В GPS это стройка, низкий класс и дом номер 3. Так, на карте, ага, это Корякина. Ну и летим ему, собственно, на помощь. Также переодеваемся у Брараба. Залетаем на саму стройку. А Тарас забагался в стене и не может оттуда вылезти. Кстати, он сделал ещё 2 стройки, и на балансе сейчас лежит 455 тысяч. Я только не понимаю, что он сам работает, а разнорабочих с Фомы не набирает. Собственно, мы доделали бешки, он разбагался и смог выйти. Во, приходит ещё рабочая сила. Чтобы быстро делать стройки, реально надо просто очень много народу. Мы прям фастом дожили до этапа проводки. Каждый буквально делает 3-4 ходки, но если толпой, то вообще фастом всё. Во, уведомление, стройка завершена. Если бы я был замом, то я бы это затаймил и себе в отчёт добавил. Но так как я владелец, Тарас делает отчёт, а я ему выдам премку. Сделали строй возле NPC, и Тарас каждому выдаёт по 10 тысяч, хотя толком-то никто ничего не сделал. Ну и после завершения стройки на балансе СК красуется 745 тысяч. В общем, нам ещё долго развивать нашу строительную компанию. Собственно, это сделаем уже в следующих сериях. Ещё услышимся, ребятушки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok